Жестокие истины о любви к близнецам. Рассказано одним из них. Да, нас иногда трудно любить, но мы лучшие из всех знаков Додиака, которых можно любить. Приходилось ли вам чувство, что человек, с которым встречаетесь, это одновременно два человека? Поверьте, это не потому, что вы сошли с ума. Все объясняется намного проще. Ваш партнер родился под знаком Близнецы. Да, мы такие. Да, нас иногда трудно любить, но это еще не все. Мы лучшие из всех знаков Додиака, которых можно любить. Название созвездия, под которым родились Близнецы, подходит нам просто идеально. Дело в том, что мы действительно представляем собой две совершенно разные личности в одной. Мы любопытные, общительные, остроумные и креативные, но в то же время эмоционально не так уж и доступны, также не так открыты, как может показаться на первый взгляд. Другими словами, добро пожаловать в мир представителей нашего знака, которые являются ходячим противоречием. Вот жестокие истины о том, каково это – любить, встречаться и жить с Близнецами, одновременно с самыми великолепными и самыми сложными из всех знаков Зодиака. Спонтанность. Это о нас. Итак, вам надоело ужинать в одних и тех же ресторанах или вы хотите сходить на свидание в какое-то необычное и новое место? Прекрасно, мы тоже. Вы даже себе не представляете, насколько. А возможно, вы не против заняться любовью в новых и захватывающих декорациях? Тогда вам к нам. Хотя, по правде говоря, последовательность и границы приличия в отношениях тоже важны и даже очень. Но одно можем вам гарантировать на сто процентов – Близнецами вам никогда не будет скучно. Вы точно готовы к этому? Хорошо подумали? Отлично! Мы – суперобщительные. Люди, рожденные под знаком Близнецы – это все, что угодно, только не домоседы. Но, с другой стороны, нам нравится быть дома. Понимаю, звучит странно, избивают с толку. Но это так. В один из выходных мы потащим вас в город на галоконцерт, в клуб или бар. Будем веселиться до упаду. А в другой – предпочтем Netflix и времяпровождение на диване. Да, мы такие. Мы любим флиртовать. Уж простите. Близнецы – верные и очень преданные, но одновременно обожают посматривать по сторонам. Вот нравится нам это и ничего не можем с собой подделать. Поскольку обожаем купаться в комплиментах и быть в центре внимания, то нам жизненно необходимо чувствовать себя обаятельными и притягательными. Поверьте, партнер для нас на первом месте. Но пофлиртовать любим и можем. Но уж такие мы. Мы очень раздоворчивы. Мы постоянно задаем много вопросов и первые свидания могут напоминать собеседование. Поскольку наша стихия – это воздух, обладаем высоким интеллектом и являемся непревзойденными спорщиками и собеседниками. Так что наши партнеры также должны быть к этому готовыми и понимать, что интересный спор – это всего лишь спор. Мы вовсе не хотим ссориться. Нам просто нравится спорить. И чтобы было интересно. Мы будем держать вас в тонусе. Всегда. Любите сарказм и шуточки в этом стиле? Тогда вы – девушка нашей мечты. Придется смириться, что мы очень умны, но и очень остры на язык. Так же, что спор с нами – это еще тот квест. Не обижайтесь и не пытайтесь по-настоящему ударить в ответ. Это всего лишь игра. Заметьте, очень захватывающая и интересная. Мы – креативные. Рожденные под знаком близнецы – идеальная кандидатура для того, чтобы украсить дом или придумать идеальную идею для празднования дня рождения. Они обожают дарить подарки и делать приятные сюрпризы, большинство из которых – это результат мозгового штурма и неугомонной натуры. Близнецам нравится планировать в деталях сюрпризы, которые вас порадуют. Для них это словно реализовать собственные мечты. Мы немного не в себе. Да, к этому вы тоже должны быть готовы. Мы можем в последнюю минуту отказаться от планов или захотим поехать куда-то просто сию же секунду. Если не это, то все равно что-то придумаем из этой серии. Например, опоздаем на 10 минут на важную встречу. Мы постоянно все анализируем. Близнецы – блестящие аналитики и очень осознанно живут. Хотя это кажется идеальным рецептом для уверенности в себе. Однако на самом деле – наоборот. Слишком много мыслей и анализа порождают много сомнений, поскольку мы постоянно задумываемся о том, где должны быть в жизни или что должны делать. Мы всегда добиваемся успеха. Близнецы гораздо более мотивированные, чем другие люди. Они любят побеждать, перегонять и становиться лучше всех. Вот почему мы довольно сурово к себе, если не получаем того, к чему стремимся. Вот почему, если мы выбираем партнера, то это также должен быть такой же амбициозный человек, иначе нам будет скучно, а этого органически мы не выносим. Мы тратим много денег. С этим вам придется смириться. Другого выхода нет. Когда я был моложе, то смирался, когда читал гороскопы, в которых было написано, что близнецы – легкомысленные транжиры. Но с годами понял, что в этом утверждении есть доля истины. Меня вдруг осенило. Да, мы, как правило, очень хорошо зарабатываем, очень мудро инвестируем и даже экономим. Но одновременно мы уже очень импульсивны. Вот почему ничего не можем с собой поделать. Покупаем, что хотим. И когда мы хотим. Все понимаем, анализируем. Но все равно покупаем. Потому что, черт возьми, почему бы и нет. Друзья, не забывайте про подписку, лайки и комментарии. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok